Спасибо большое, я буду говорить по-английски, меня будут переводить. Собственно говоря, я проработал в Казахстане несколько лет, потому что я работал менеджером проектов для организации Freedom House. Это было несколько лет назад, и я заметил, что за последнее время ситуация в Казахстане укушилась. За последние годы были огромные преследования активистов в Казахстане, и в прошлом году даже власти вынуждены были признать, что за последние годы они арестовали 6 тысяч людей только за участие в медных демонстрациях. И особенно в том, что касается движения демократичного выбора Казахстана, или ДВК, это очень удивительно, что это движение, это движение демократичного выбора, что касается движения, демократический выбор Казахстана, это оппозиционное демократическое либеральное движение, и, что удивительно, что в марте 2018 года казахские власти назвали его экстремистским. И, собственно, юридической дефиницией, что такое экстремистское движение, не существует. Важно, для того, чтобы мы наблюдали ситуацию в Казахстане, каждый может быть экстремистским, в том, что не только в суде, но и в том, что в том моменте, в момент момента, в том, когда действия в свободные демонстрации. И согласно нашему мониторингу ситуации в Казахстане сейчас решение о том, что кто-то является экстремистом, может быть принято не только судьей, а даже полицейским, который, например, задерживает участника мирной демонстрации. И также мы наблюдали случаи, когда людей задерживали не, собственно, во время участия в мирной демонстрации, а по дороге, когда они проходили мимо или шли из дома, направлялись в сторону мирной демонстрации, еще до нее даже не дошли. В прошлом году были случаи, когда людей арестовывали только за то, что у них был голубой воздушный шарик, потому что голубой воздушный шарик считается символом этого движения ДВК. Если ситуация такова для обычных людей, которые просто проходят мимо по улице, то, конечно, она гораздо более серьезна для тех, кто известны как лидеры этого движения. Я также наблюдал за некоторыми судами в Казахстане в прошлом году. И людям присуждали ограничение свободы на срок несколько лет только за то, что они у себя в блоге критиковали казахских лидеров, казахских чиновников. И основываясь на всем этом опыте и на всем нашем мониторинге, мы можем сказать, что случай Жанары Ахметовой, он особенно такой чувствительный. И было бы очень опасно, если бы она подверглась экстрадиции в Казахстане. Также за последние два года у меня было несколько визитов в Казахстан и я общался как с гражданскими активистами, так и с представителями власти, потому что мы пытаемся иметь конструктивный диалог с властью также. Но у меня также была возможность встретиться с некоторыми активистами, которые сейчас находятся в местах лишения свободы. В этом случае, возможно, это сейчас самый известный политический заключенный в Казахстане. И я слышал собственными ушами, как он рассказывал о том, что к нему применялись пытки. Я считаю, что в Казахстане нет свободы выражения или свободы собрания. И я считаю, что в этом случае это будет нарушение международных обязательств Украины, если произойдет экстрадиция Жанары в Казахстан. Конечно, я считаю, что мы имеем большую вероятность в возможности позитивной эволюции в Украине. И мы считаем, что необходимые изменения в Украине должны происходить в короткий час. Мы видим, что есть лекции между лекциями в Украине и административными процедурами, в том, как украинское законодательство работает и в том, как работает административная часть, в частности, государственная миграционная служба. И мы надеемся, что в краткие сроки можно эти недостатки устранить. Спасибо за внимание.